Всем привет, это подкаст на канале Civil Night, у микрофона Аршал Витим Кдесян, с нами на связи из Москвы, военный эксперт «Новой газеты» Валерий Шираев. Господин Шираев, спасибо вам большое за время. Скажите, пожалуйста, в последнее время мы наблюдаем достаточно острую и настороженную реакцию России на то, что Армения диверсифицирует свои контакты в области обороны. В частности, Армения закупает оружие у Индии и недавно новым поставщиком Армении в этой области стала еще и Франция. То есть со Францией Армения заключила контракт на поставку радаров по обнаружению воздушных целей и еще некоторые системы ПЗРК, то есть переносные ракетные комплексы. Это все вызывает, в частности, закупки у Франции, вызывает у Москвы настороженность. Почему это так и почему в России этим стревожено, в частности, вооружением и контактами Армении с Францией? Не только с Францией, с Индией тоже. Понимаете, такая сложилась ситуация. Это все не от хорошей жизни. Армения в силу того, что проиграла войну, она вынуждена думать, переосмысливать вообще ситуацию в своих вооруженных силах и перевооружаться. И это первое, что самое важное, что она просто обязана это делать сейчас. Второе. Россия находится сейчас в затяжном конфликте на территории Украины. Это, на самом деле, самый большой вооруженный конфликт за всю историю человечества с 1945 года. По задействованным силам и средствам, если судить, самая большая. И, соответственно, все ресурсы, которые производит российский ВПК, там, так же, как и ресурсы НАТО, которые с обратной стороны поступают на поле боя на Украине, сгорают в одночасье. И, соответственно, все изделия, не только боеприпасы, а в первую очередь, конечно, вооружения, которые по контрактам должны были поступать в армянскую армию, они туда не поступают. То есть прекратились поставки. И это, так сказать, объективная ситуация. Одни хотят, не просто хотят, а обязаны. А вторая сторона не может в силу того, что вот так все сложилось. Ей нужно необходимое вооружение для своей собственной армии. И, соответственно, Армения ей смотрит на сторону. Значит, раздумывает, что брать на международном рынке и как это делать все. И вот тут я должен перейти к самому такому сложной части этого анализа. Видите ли, в чем все дело? То, что Армения, армянская армия... Да, ну, я сразу скажу, вот то, что вы спрашивали, почему настороженно. Конечно, поскольку в мире существуют две системы вооружения, условно советско-российская, на самом деле, это универсальная международная система, которая уже сейчас давным-давно существует в половине стран мира. И вторая система – это НАТО. Они различаются калибрами, стандартами частот радиостанций и очень-очень много чего еще. Советские, конечно, и российские системы проще в обслуживании и дешевле. Но поэтому они не взаимозаменяемы. Они так строились, это две системы вооружений, которые грандиозные, которые продуманы для применения их в рамках крупных соединений. И друг против друга. Они не взаимозаменяемы, это противостоящие системы. Значит, соответственно, их можно с помощью хитрости и ума, которые сейчас демонстрируют, например, поляки, немного друг с другом поженить, как говорят в России. То есть, допустим, ставить на советские старые системы ПВО. Чтобы они в одной системе действовали, да? Да, современные НАТО. Это, в принципе, возможно, но это сложно и только в отдельных случаях удается. Но в целом они друг с другом в этой системе не живут. Поэтому существует как бы две, я бы сказал правильное слово, экологические системы, да, армейские, военные. Которые либо, ну, три варианта есть у страны. Либо она на одну ориентируется, либо на другую, либо устраивает у себя зоопарк. Зоопарк – это когда все равно у кого что покупать. Значит, лишь бы подешевле, поэффективнее. А там разберемся, что получится. Вот зоопарк – это самое страшное, как показал нынешний конфликт на Украине, что может произойти. Уже когда страны НАТО стали поставлять в УСУ самые разрозненные вооружения, самых разных типов и систем, выяснилось, что логистически это катастрофа. То есть очень много проблем с ремонтом, с вывозом. Ну, даже замена ствола орудийного, там, после 500 выстрелов, да, у некоторых систем. Везут в Познань, на месте нельзя. Огромное количество проблем возникает вроде бы в одной армии НАТО, скажем, в вооружении. Но снаряды 155 мм от разных систем друг к другу зачастую не подходят. То есть разные фирмы одного и того же военного блока производят снаряды вроде бы одного и того же калибра, которые имеют такие индивидуальные особенности, которые их делают эксклюзивными для применения вот в тех артиллерийских системах, которые эти фирмы и производят. То есть я «Жигули», провожу колеса, вроде бы они как бы универсальны, а на самом деле только для моих «Жигули». Или наоборот, там, я «Мерседес», но мои колеса могут встать только на «Мерседес». Понимаете? И украинцы с этим столкнулись. Они с этим справляются, конечно, напряжение очень тяжелое. Это дополнительная нагрузка. Все финансы, которые из этого вытекают, ну, обслуживание, ремонт, рембаты, переоборудование, они полностью покрываются странами НАТО в рамках финансовой помощи Украине. Украина за этот зоопарк не платит. Ну, пока идет война. Армения будет платить, если она будет закупать для себя различные системы. Значит, можно перевооружить, предположим, какие-то отдельные виды войска или какие-то определенные системы вооружения. Например, заменить 152-мм орудийные системы на 155-мм на русские. И закупать на рынке снарядов 155-мм. Они, в принципе, есть, их разные страны производят и так далее. Ставит вопрос цены. То есть, 152-мм, они, конечно, полтора-два раза дешевле. Это точно. Но если у НАТОвских снарядов лучше кучность, больше дальность и так далее, то ничего страшного. Значит, надо это делать, надо на это идти. Но при этом, при всем, надо очень четко понимать интересы Армении, вот самой страны, понимаете, лично ее. Поэтому НАТО исходить первое из такого простого вещи, как географическое положение Армении. То есть, у нее со всех сторон. Турция, Азербайджан, внизу, на юге, 35 километров границ с Ираном, в принципе, достаточно для того, чтобы провести какие-то военные грузы. Не очень сложные. Но в то же время, которые легко перекрываются. 35 миллиметров коридор с Ираном перекрывается перекрестным огнем с двух сторон. Любой современной системой ГАУБИС, там, калибр мини-52 калибров. Точно совершенно. Без проблем. И это все сейчас на Украине все показано. Как это делается. На севере существует очень нормальная, не то, что очень хорошая, но нормальная, развита более мини-система дорог через Грузию. Захочет ли Грузия участвовать в снабжении Армении снарядной, я не знаю. Никто этого не знает, что будет через 5-10 лет. Понимаете, надо исходить из самых худших вещей, когда ты строишь свою армию. Для армянской армии самое главное не только системы, которые она закупает, но снабжение. Откуда она брать-то будет, эти снаряды? Да ведь нет же на своей территории заводов, которые производят эти боеприпасы. И тут мы подходим к таким вещам. Да, если вы будете нанимать просто коммерческие борта, то с самолетами возить. Это у вас золотые будут боеприпасы. Сразу говорю. Если вы, соответственно, чему образом посмотрите на мировой рынок, вы найдете довольно много разных предложений и так далее. И у меня нет уверенности, что армянское военно-политическое руководство провело глубокое изучение рынка, составило включительные таблицы, провело очень серьезные совещания по этому полу, долгие. Это быстро нельзя делать. Потому что вы закладываете структуру своей армии на годы, на десятилетия вперед, понимаете? На десятилетия. Если вы поменяли калибр, все, вам назад уже не вернутся. И вот в этот момент армянское руководство, например, заключает договор с Индией о том, что будет покупать у нее системы сугубо индийские, странного калибра 214 миллиметров. Ну, допустим. Я закалибриваю, извините, не гоню, не цепляюсь ни к чему. Да, пинака. 12 на направляющих, пакетная. В принципе, достаточно современная идея. Она на рынке стоит миллион слихером. Извините за грубое слово. Миллион с лишним. Долларов. А тогда такая машина. Без системы автоматического управления. Дальностью 40 километров. В принципе, для Индии, которая имеет не слишком развитую промышленную коммунцию вот в этой части, в протеерийской, ну, это ничего. Это нормальное достижение. Для стран, которые давным-давно этим занимаются, ничего здесь такого, знаете, особенного в этой системе нет. Почему ей был дан приоритет, непонятно. Потому что в Казахстане, в принципе, достаточно нейтральная страна. Вы можете купить полный аналог системы ГРАД, Торнадо-Г, Торнадо-Георгия, да, пишется, вот, которая те же самые параметры вам будет 40 километров дальности с автоматизированной системой управления баллистическим вычислителем, которая абсолютно, значит, имеет защищенный от осколков экипаж из двух человек. А в индийской системе пять человек. И разворачивается она в два раза дольше. И уезжает она в два раза дольше. То есть ее накрыть можно быстрее, понимаете. Но при этом, при всем, у Армении была бы совместимая система калибров. И самое главное, совместимая с ними система зарядных машин, которые подъезжают сзади и быстро пополняют. В дальнейшем их можно легко перевести на самые современные системы Торнадо-Ге, которые можно купить по экспорту где угодно, не в России, не в России, не обязательно в России. Понимаете, и это уже современный пакет этой системы. Вот залпы в огне. Вот простой пример. Почему? И у меня нет ответа. Это вот в этой мутной индийской воде, я очень много индийских контрактов смотрел, понимаете. Это первый признак заключенного год назад сомнительной сделки. Я не оспариваю ничего, пожалуйста. Если вы хотите, можете открыть ТТХ. всех систем залпового огня, которые производятся в разных странах, их стоимость, их боевые качества и сличить самостоятельно. В конце концов, это можно сделать любой радиослушатель, который нас слушает. То есть, вы сомневаетесь в эффективности данной сделки, особенно по отношению... Да, в эффективности сделки, да, именно в эффективности оружия, которое... Цена качества. Ну, вот вы представьте себе, начинается война. Вы вот такими оперируете понятиями соотношения цена-качество на линии фронта, да, в бою. Соотношение цена-качество никого не интересует. Там экзистенциальная угроза. Либо мертвые мы, либо не мертвые. Поэтому, когда наступает настоящая война, а сейчас Россия узнала, что это такое, впервые в десятилетиях, у вас за кратчайшее время пакет за пакетом улетают очень быстро все закупленные в Индии ракеты. И такого калибра больше нет нигде. Куда во время военных действий Армения обратится за дополнительными? Кто по ставке будет, если Грузия будет это делать? Не знаю. Можно с запасом купить, с расчетом на то, что если будет война, то запаса будет хватать. Индия счастлива будет. Вы мне назовите хотя бы одну причину. Зачем это Армения? Когда она может покупать аналогичные ракеты высокого качества, которых и, между прочим, эллипс рассеивания, показатель точности выше, у Индии. Почему вы, допустим, почему вам это необходимо? Почему Индия, я понимаю. Зачем Армения, не понимаю. Наверное, Индия это единственная страна, которая согласилась продать. Я так понимаю. Нет, ну что вы. Нет, 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 вы ошибаетесь глубоко. Мировой рынок он такой диверсифицированный, большой. Правильно, если быстро торопиться и быстро-быстро покупать, ну да, ты не найдешь подходящего варианта, кроме как в Индии. Но такие вещи быстро не делаются. Ведь разговор шел о строительстве армии. И есть еще очень много таких вещей. Ну, конечно же, несомненно, Армении необходима своя современная система противовоздушной обороны. Из-за России она не поступает, контракты не выполняются. Ну, соответственно, Франция вполне подходящая страна, она нормальная совершенно система. Но да, закупать надо с запасом. То же самое касается и беспилотников. Расход беспилотников грандиозный. Не успеете глаза моргнуть, через неделю у вас ни одного беспилотника не остается, если у вас будет настоящий серьезный противник. Вот эти все Байрактары, которые летали над Карабахом, они воспевались как нечто такое вон дер ваффе. Когда они столкнулись с настоящей современной поставленной армейской ПВО, армейской, через месяц о них слуху не было. Просто все позбивали, они валялись на земле. А остальные просто уже в глубине территории летали, их использовали только исключительно для наблюдения. Все, что армянская армия Карабаха на себе испытала, свидетельствует о полной неготовности экипажа ПВО Карабаха. Абсолютной неготовности к кредению Ну, что в первые 15 минут 40% или 45% во время 44-дневной войны 45-5% армянской ПВО было выведено из строя. То есть теми самыми Байрактарами. В том числе. Теми самыми Байрактарами. Вот я вам скажу. Послушайте внимательно. Послушайте. Байрактар это пластиковый таракан, который летит на высоте 4,5 километра. Эффективно они утверждают, что он до 8 может лететь. Но когда на 8 километрах летит, он ничего на себя загрузить уже не может, кроме бензина. он летит на высоте 4,5 километра со скоростью 120 километров в час с неубирающимися шасси. Вы что думаете современным системам ПВО вот такой таракан это недоступная цель? Надо стрелять просто уметь. И сейчас мы с вами переходим к ключевому, самому главному моменту нашей беседы. А он состоит вот в чем. Система, конечно, вооружения важны. они, конечно, определяют очень многое, я не спорю с этим, но как сейчас показала жизнь, в разы, в разы важнее боевая выучка и расходы государства на бесконечные тренировки своей армии. Вот это самое главное. Умели бы стрелять, ни один барактар бы не пролетел. Потому что теми системами, которые оперировали молодые ребята армянские, которые ничего не умели, сидели за штурвалами в Карабахской войне последней, в 91-м году мой источник, полковник, да, полкопового, замечательный дядька, в 91-м году этими же самыми системами разбивал ракеты ГРАС. Пожалуйста. Просто многие думают, что современные системы боевые это такая штука, кнопку нажал, он за тебя сам все сделает. К сожалению, нет. Очень много зависит от выручки боевого мастерства. Это бесконечные тренировки и боевое сваживание. Вот это и есть самое главное. Поэтому наш с вами разговор, ну, конечно, важный, но все-таки гораздо важнее, что Армении предпримет в плане реформы армии. то есть полигоны, учеба, военная доктрина, концепция и, в конце концов, на выходе должно стать что-то такое серьезное, с чем любой противник постережется, сталкивается. Вот это важнее. А система вооружения Армения закупит какие-то. И в этом плане мы подходим к последнему вопросу касательно того, что согласно контракту с Францией, Франция будет поставлять не только в современные, так скажем, вылевооружения или системы, а также инструкторов, которые будут обучать армянскую армию тактики боя, там в реформах будут участвовать, военное образование и так далее. Насколько в этом плане данное решение тоже верно, чтобы инструктора из Франции обучали армянскую армию? Насколько в этом плане французская армия? Ну, видите ли, ну, видите ли, в чем моя проблема, я не знаю деталей этого контракта, ведь очень часто сплошь и рядом в мире, вот у международного вооружения, это связанные контракты, так называемые, то есть я закупаю у вас телевизор, я автоматически становлюсь к вам на это самое, на обслуживание, да, а мастера, который пришлет, вы меня меняете обязательно только в одной фирме, которая приходит, вот примерно так это выглядит, если я во Франции закупил систему ПВО, значит, соответственно, они вам говорят, знаете что, но и инструкторов наших тоже возьмите, это будет недорого, в два раза дороже, чем индийские, вот, ну вот, тут надо знать детали, почему взяли инструкторов, может быть, не могли не взять уже, это запросто, просто обязаны были по договору, вот, а что касается подлинной выучки, ну, конечно, тут говорить не о чем, ни французы, ни англичане, ничего сейчас из себя не представляют, как настоящие, так сказать, инструктора, главные инструктора, которые сейчас есть в мире, вообще существуют, ну, наверное, в воюющих государствах, те, которые беспрерывно воюют, это Россия, Украина, Израиль, наверное, Индия, вот, так, французская армия сейчас, просто по своему, по своему боевому опыту, ну, это, представьте себе, госпиталь, который не имел ни одного пациента в течение многих лет, врачи обученные, вроде бы, оперирователи, но практики никакой, вот так. Хорошо, спасибо вам большое, господин Ширяев, спасибо за ваше время. Да, пожалуйста. Я напомню, что это был подкаст на канале Севельнет, и нашим гостем был Валерий Ширяев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова